Новое видео выходит каждый день в 20.00 Не так давно мне вконтакте написал комрад, друг, подписчик, если вам будет понятнее, который сказал мне «Хм, Данил, возможно я чего-то не понимаю? Слушай, а ты можешь мне сказать, почему Владислав Павлов топовый ютубер?» И типа я сначала не понял, но вот дочитав сообщение, мне стало всё понятно, Ведь я сам задаюсь этим вопросом на протяжении уже длительного количества времени И в данном ролике постараюсь вам на него ответить Так вот, продолжив свой вопрос, он сказал Ведь у него типа мало просмотров, мало подписчиков Он тупой, шутящий про сперму, люмпен и маргинал, если так можно сказать Только не убер маргинал, а вот просто обычный, максимально вот лайтовенький маргинал Почему вот он является топ-одним ютубером? И для того, чтобы нам сегодня это понять, нам нужно углубиться далеко-далеко В самую дальнюю биографию Владислава Павлова Ведь для вас, возможно, будет это откровением или кто-то посчитает это эпатажным Но я смотрел Владислава Павлова тогда, когда у него было ещё, ну, подписчиков, наверное, я не знаю, 500 или 1000 А смотреть я его начал после ролика от Данила Геррера В котором он максимально сильно осуждал Владислава Павлова за его деяния Касательно вот его сервера, я не помню, как он назывался Стейбл Ролеплей или что-то наподобие того Это не имеет особого значения Так вот, Владислав Павлов мне запомнился как человек, скачивающий чей-то чужой геймплей И разговаривающий под него на разнообразные темы, связанные с сам ПРП Тогда, в то время, это был, наверное, я не знаю, 2015 или там, я не знаю, 2016 год Я точно уже не помню, я достаточно плохо помню то время Владислав Павлов был первым человеком, который что-то говорил про сам ПРП Что-то рассказывал вот старое, он говорил про то, кто такие Флэйзи, кто такие Дони и многое другое И вот после всего этого он начал набирать своих первых подписчиков, свою первую популярность Но это не продлилось долго Смекнул умненький и хитренький Владислав Павлов на то время, что Вот одними вот этими вот разговорными роликами вытащить будет достаточно сложно И решил ввести новую рубрику, как сливы админок или сливы лидерок Или в целом какие-либо сливы То есть он мог даже в унитаз слить, это бы тоже считалось как за какой-либо слив И все люди бы писали, ой, Владислав Павлов, да что ж вы такое делаете? И начал наш дорогой Владислав Павлов чередовать разговорные ролики со сливами И после того, как он заметил, что разговорные ролики начали заходить хуже сливов Он начал делать эти самые сливы И первые сливы у Владислава Павлова, они были такие, знаете, лайтовенькие Он тогда еще не смеялся, как какой-то дикий чел под синдром Туретта И с потау додиком ДЦП, потау траморук Он такого не делал Вот только потом, когда он понял, что людям нравится все вот это вот неадекватное Вот это вот отребье, которое непонятно вообще, что такое делает И как оно себе такое позволяет Он начал вытворить полнейшую хуйню Каждое его слово в предложении не обходилось без префикса сперма То есть сперма осьминога, сперма там, я не знаю, водолаза, сперма противогаза И так далее И вот Владислав Павлов начинал входить в массы Его узнавало все больше и больше людей И он накапливал все больше и больше свою фан-базу Однако на какое-то непродолжительное время он ушел от сливов и перешел полностью на разговорные ролики Делал всяческие топ-5, там, да и 5000 И, ну, наподобие того, что-то вот эти вот топ-5 разговорные ролики И еще что-то, где он просто мог кататься на машинке в GTA 5 И рассказывать вам какую-то выдуманную историю Историю Владислава Павлова были выдуманы еще даже вот в самом начале его карьеры То есть он даже уже тогда начал пиздеть и что-то недоговаривать по поводу там сам ПРП Что-то перевирать, что-то недовирать и многое другое Но после этого, после этого, вот он начал делать какие-то вот инфоповоды Связанные с сам ПРП Мог там совместить и слив, и разговорный ролик Алды, наверное, Владислава Павлова, который его, не знаю почему, до сих пор смотрит Могут такое вспомнить, когда он что-то рассказывал И тут шла перебивка на какой-то слив, где он говорил Сперма осьминога, сперма осьминога И наподобие того И вот был в этом весь Владислав Павлов Чередовал разговорные ролики, сливы от разговорных роликов Сейчас он ушел вообще Последний разговорный ролик, насколько я могу вспомнить Был про ситуацию с Авророй и Ревентом Когда он защищал Коленьку Бурцева По итогу обосрался и пришлось как-то вот это все замять Но все по итогу забыли, ведь у аудитории память золотой рыбки и так далее И больше каких-то разговорных роликов я не видел Потом ему уже удалили канал А что происходит на новом канале Владислава Павлова, мне сложно представить Ведь на нем выходят только сливы админок и не более И лидеры, возможно иногда, я уже давно не смотрел И понимаете, Владислав Павлов остался как Владислав Павлов из 2015 года Только добавилось разве что вебка с хромакеем И все И на вопрос, почему Владислав Павлов топ-1 ютубер по GTA Samp Я не знаю Я в самом деле не знаю И не узнаю, наверное, никогда Да как и все люди Наверное, сам ютуберам нравится Тянуться к тупому отребью по типу Владислава Павлова Ну, просто по-другому я не могу это объяснить абсолютно никак Он максимально тупой, он максимально нихуя не понимает Все, что он может, это цитировать слова Бурлева в отношении меня И не более того, это выглядит максимально жалко и максимально несмотребельно И я не знаю, что произошло с Владиславом Павловым Возможно, он всегда был таким Возможно, изменился под влиянием каких-либо факторов Хотя, вы знаете, человек вот редко меняют деньги или наподобие того Чаще всего, каким он был, таким он и остается И я даже не знаю, что с этим можно сделать-то по итогу И феномен Владислава Павлова лично мне непонятен Ведь он абсолютно скучный и неинтересный Его вот эта манера речи, клоунская, меня не впечатляет Надо, наверное, встретиться и объяснить ему все на языке боли Если вы меня понимаете И что я могу еще сказать? Наверное, более ничего Кроме, наверное, одной вещи Владислав Павлов, после того, как набрал аудиторию Я об этом уже обмолвился так кратенько Но я думаю, немногие это запомнили или записали Или еще что-то с этим сделали на букву З Замотали, закрутили, скрутили Сплив в Берингом проливе Ладно, я думаю, это не особо важно Так вот Владислав Павлов, после набора аудитории Если это так можно сказать Начал нести информационный вред сампу Некоторым серверам, да и сампу в частности А был у него один такой ролик, где он решил поддержать Наихуевейший пранк от Лайф Сампа И я в самом деле не знаю, нахуя он это сделал Возможно, потому что он тупой Возможно, потому что он думал, что Будет смешно, будет весело Если вдруг, мало ли, игроки такие все перепугаются Ведь они же тупые школьники, абсолютно не понимающие за пранки Если они все напугаются и продадут свое имущество Владислав Павлов Охуительно это сделал Ведь твои подписчики на той же самой Эвольве После вот этой всей хуйни Они уходили с проекта Они продавали имущество И все Я не знаю, какая тебе была с этого выгода Если ты вообще это делал забесплатно То мне тебя крайне жалко Ведь ты принес непоправимый вред в сампу От которого он не оправился, наверное, до сих пор До сих пор мы можем пожинать плоды Вот этого вот твоего пранка уебок Что ж ты наделал такое? Ведь, я не знаю, сотни Возможно, даже тысячи активных, уникальных игроков Ушли со своих серверов Так как думали, что сам бы закроется Что ж ты сделал такое, уебок? И еще один момент Владислав Павлов поддержал конфликт Авроры с Ревентом А точнее стал распространителем фальши По поводу того, что Ревент Роллиплей удаляет аккаунты игроков Перенесших свои аккаунты с Ревента на Аврору Это все был гениальный ход Самого лучшего пиар-менеджера в мире Николая Бурцева За это можете сказать спасибо ему Павлов, несмотря ни на что Поддерживал, поддерживал И еще раз поддерживал Аврору Роллиплей В борьбе с Ревент Роллиплей Предоставлял абсолютно левые Очень смешные пруфы И это, на самом деле, очень смешно Если вы не знаете всей ситуации То можете посмотреть у меня провокационный ролик на канале Он именно так и называется Провокационный ролик В котором я все это детально объяснил В общем, ладно Всем огромнейшее спасибо за просмотр данного видеоролика А если вы так же, как и я, не поняли В чем феномен Владислава Павлова То напишите в комментарии А если вы поняли В чем заключается феномен Владислава Павлова То обязательно напишите в комментарии Субтитры сделал DimaTorzok